Вакцинация проходит во многих странах мира. Поговорим с жителями США, Израиля, Великобритании, Италии и Латвии об этом. Я Марина Остапенко, здравствуйте. Смотрите сейчас. Что такое большая перезагрузка капитализма после пандемии? И о какой решимости в 2021 году говорит китайский лидер Си? Разберем все ключевые заявления, сделанные на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Экономисты, слава богу, сейчас поняли, что мир поменялся. Вакцинация шагает по планете, но миллионы все еще ждут свои дозы. А пока послушаем тех, кто уже получил вакцину. Сейчас в Британии вообще нельзя купить вакцину, все это бесплатно. Но сейчас вакцинируются четыре первые категории самого большого риска. Если вы смотрите это видео в Ютубе, подпишитесь на наш канал. А если по телевизору, то найдите канал Дом в Ютубе и участвуйте в дискуссиях. Оставляйте комментарии, наша редакция ответит на каждый вопрос или реплику. В этом году Всемирный экономический форум в Давосе прошел онлайн. И пусть политики и крупнейшие бизнесмены не встретились лично в Швейцарии, тем не менее организаторы форума изложили повестку дня, которая, возможно, более амбициозна, чем раньше. Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель форума, заявил о необходимости большой перезагрузки по всему миру после пандемии. Президент Китая Си Цзиньпинь предупредил, что в условиях пандемии страны должны объединиться, а не начинать новую холодную войну. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мы выберемся из этой пандемии только с экономикой, которая больше думает о борьбе с неравенством. Кристалина Георгиева, управляющий директор Международного валютного фонда, сказала, что если капитализм во всем мире не сблизит людей, мы не будем победителями после его завершения. Она добавила, что пандемия увеличила разрыв между богатыми и бедными странами, и что глобальное сотрудничество в урегулировании кризиса, который не знает границ, не соответствует вызовам. Эту же мысль повторила и канцлер Германии Ангела Меркель, которая в очередной раз осудила националистический подход и привлекла внимание к неравномерному распространению вакцин по всему миру. Вокруг Всемирного экономического форума всегда было много мифов. В этом году добавился еще и коронавирус. Сторонники теории заговоров утверждают, что пандемии не существует. Это придумали для контроля за человечеством. COVID-19 создали для истребления и тому подобное. Якобы новый мировой порядок, провозглашенный на доводских встречах, запустил пандемию и теперь планируется всех чипировать. Клау Шваб заявил, что если это тот, кто неизменно руковал в Давосе на этом экономической форме, он заявил, что если эта пандемия не поможет нам сделать перезамонтажение света, мы ее продолжим. Это неправда. Ни в одном авторитетном медиа нет сообщений о таком заявлении Шваба. На самом деле, утверждение о том, что политики запланировали пандемию или используют ее для уничтожения частной собственности и денежных отношений, не имеет доказательств. Так же, как и то, что вследствие большой перезагрузки будут разрушены национальные государства, поскольку Всемирный экономический форум станет глобальным лидером и будет иметь полномочия сообщать странам, что делать и координировать их действия. Большинство ученых, а также ВОЗ склоняются к мысли, что вирус возник в результате естественной мутации и перешел к людям от животных. Валерия, в Вашингтон-Пост я нашла интересную цитату по поводу доводских встреч. Я сейчас прочитаю. Правые рассматривают аргументы ВФ о реструктуризации мировой экономики как опасную попытку навязать социализм, а левые откровенно смеются над тезисами с Довоса о кризисе капитализма. Конец цитаты. Как Вы думаете, у площадки форума сегодня еще есть способность находить решения? Я думаю, что такие площадки нужны скорее для того, чтобы смирять часы, чем находить решения. Все-таки решения больше сейчас о национальном уровне принимаются. Давайте объективно скажем, что и правый, и левый, и правый. Я думаю, тут не в социализме дело, скажем, или в упадке капитализма. Сейчас миром правит популизм и антисистемное движение. И вот ковидная эра, которую она спасти была в прошлом году, то есть это загубило этот тренд. Тренд, который пришел не вчера и не позавчера. Поэтому, конечно, я думаю, что такие форумы нужны. Но больше, чтобы сверить часы и выстроить какие-то доверительные отношения. С доверием на международном арене сейчас все сложно. Президент фонда Форда Даррен Уокер заявил на встрече, что тот мир, который существовал до пандемии, окончен. Это означает, что многие нормы и структуры этого мира в посткоронавирусном мире должны быть реорганизованы и демонтированы. Вот вы согласны с таким резким довольно высказыванием? Ну, экономисты, слава богу, сейчас поняли, что мир поменялся. Политически он поменялся не по причине ковида. Мы знаем даже название страны, которая поменялась, правила игры. Знаем даже, когда-то случилось конкретно, 2014 год, Россия. Но чтобы понять, что мир другой и правила игры другие, то есть были необходимы более глобальные потрясения, чем ситуация в отдельно взятой стране, которая находится далеко, я имею в виду нашу страну. Да, я, в принципе, согласен, что мир поменяется. И мир уже меняется в очень многих элементах, в частности, свободы передвижения. То есть это может привести в какой-то степени к градации населения. То есть те, кто может путешествовать, и те, кто имеет доступ к вакцинам, и те, кто его не имеет. То есть много происходит процессов в экономике, в диджитализации, это же самое, если мы говорим. Да, мир другой, и возврата к прошлому миру уже нет. Вот как раз Грета Тунберг во время своего выступления в Довосе заявила, что мы понимаем, что мир очень сложен, и что изменения не происходят за одну ночь. Но у вас было более трех десятилетий на разговоры. Сколько вам нужно еще? Вот конец цитаты. Вот действительно, Валерий, сколько еще нужно времени, чтобы изменения начались? Ну, Грета имела в виду экологические проблемы. В первую очередь это парниковый эффект, изменение климата. Давайте сразу скажем, что в принципе есть риск. Если экономики сейчас падают, то их нужно будет восстанавливать. Если их надо будет восстанавливать, то это промышленное производство будет расти. И нагрузка на окружающую среду будет только возрастать. То есть все будет усугубляться. Сколько нужно? Ну, по прогнозам, эти прогнозы еще в начале века, скажем, 2004 года давали британцы и американцы. Вот такая цифра. 37% видов растений и животных на Земле могут исчезнуть или быть на грани чрезвычайновения к 2050 году. Динамика только увеличивается. Динамика и загрязнений, и вообще политических процессов, и конфликтогенности в мире. Поэтому проблемы климата, проблемы перенаселения, проблемы политической состоятельности на глобальном уровне системности. Да, они на самом деле сейчас очень жестко стоят. И надо что-то делать, надо что-то решать. Но единственное, что Давос – это не то место, где нужно решать. Я думаю, тут надо говорить более комплексно о системе ООН. Президент Си несколько дней назад на собрании должностных лиц в Центральной партии на школе Коммунистической партии Китая заявил, цитирую, «Мир претерпевает глубокие изменения. Время и ситуация повернулись в пользу Китая. Вот откуда берется наша решимость и уверенность». Конец цитаты. Весь прошлый год мы наблюдали за противостояниями Китая-США. И немногим нравится то, что китайские чиновники сравнивают свою экономическую устойчивость и политическую стабильность в прошлом году с драматическим сценарием в американской демократии. Вот как вы думаете, по какой траектории пойдут отношения Пекина и Вашингтона в 2021 году? Ну, хочется, наверное, думать, что конфликтогенность будет уменьшаться. И Байден, в принципе, не обещает перезагрузку в отношениях с, скажем, Россией, как когда-то, наверное, делали такие политики, да, там, Обама, вспомним, период его президентства и когда Байден был весь президент. Но, возможно, стоит в определенной степени перезагрузить сейчас отношения с Китаем, потому что конфронтация дальше, скажем, она чревата последствиями. И это не только вопрос санкций, точнее вопрос санкций экономики здесь вообще вторичный. Да, Китай ставит амбициозную задачу, чтобы с 1935 года выйти, сравняться в экономике с США, а в 1950 году иметь такой же бюджет военный и возможности, как имеет США. То есть это сталкивает в Тихоокеанском регионе, в общем-то, США и их союзников там, Японию, Южную Корею, Филиппины, Австралию с такой доминантой китайской, да. То есть у них есть свои моменты, есть проблема Тайваня, все про неё знают. Есть Индия, которая также подрастает и имеет свои геополитические амбиции. То есть нужно находить какие-то предохранители, что ли, да, то есть в отношениях двух стран, которые не будут позволять убедить на новый уровень эскалации этим отношением. Хотя в долгосрочной перспективе и Китай рассматривает как главного конкурента США, но и США, соответственно, тоже геополитически рассматривает совсем не Россию, скажем, да, там как основного конкурента своего и в долгосрочной перспективе своих интересов. То есть вот такая диспозиция. Ну вот интересно, что Байден и Си могут встретиться на саммите Всемирного экономического форума в Сингапуре в мае, где будет отдельная сессия. Это, может быть, историческая встреча, не так ли? Да, может, но главное, чтобы не было у Байдена, ну у него, в принципе, наверное, не будет такого синдрома Трампа. Трамп тоже любил встречаться, скажем, и с первыми секретарями, да, и с диктаторами. Вспомним его тяготение к найти подход к имчины, но к Северной Корее встречи в Кельсинки с Путиным, мы все помним, да, то есть относительно того, в какой конвейе там происходила эта встреча. Если Трамп любил такие встречи, договаривался, был риск действительно поделить мир на сферы влияния и так работать, то все-таки при Байдене США будут возвращаться на роль лидера либерально-демократического мира и защитника либерально-демократического мира. То есть США — это не такой же большой гигант, который может там делить сферы влияния и соглашаться на какие-то сделки. И США — первый среди равных, первый среди всех стран, которые разделяют ценности либеральной демократии. И Украина среди этих стран также хочет быть, и мы делаем все возможное, чтобы быть в этом лагере. То есть поэтому, если мы говорим про эту встречу, я думаю, что все-таки надо отдавать должное и вот такой диспозиции новой Байдена, администрации демократов. Я думаю, что все-таки США вернутся на мировое лидерство, на арену мирового лидерства именно с точки зрения геополитики. Валерий, а как вот в этом сложном геополитическом раскладе найти место Украине? Ну, место Украины очевидное. То есть мы должны выбрать себе лагерь. Мы не можем заигрывать. Мы когда-то очень сильно любили заигрывать в такую игру, где Украина торгует своим геополитическим положением. Мы называли это многополярностью, этим гордились, что мы и России с Россией, и с Китая, и с США. Нет, это не наша игра сейчас. Мы должны однозначно для себя сказать, на чьей мы стороне. То есть либо мы сотрудничаем очень плотно с Востоком, в широком смысле, и Китай, который здесь реализует в Европе свои проекты геополитические, там «Один пояс, один путь» и «Китайский банк развития», который финансирует разные проекты. Но давайте понимать, что в первую очередь это защита национальных интересов Китая. Где-то, возможно, там совпадают интересы, но не всегда. Вот очень понятная история с Матросичи. То есть это торгическое производство, которое Украина может отдать Китаю, и Китай заинтересована в таком сценарии. Я думаю, что один раз так ловшись на такую историю, как с Матросичи, Украина будет очень аккуратно выбирать векторы развития отношений с Китаем. При том, что Китай — это второй после Европейского Союза партнёр торговый для нашей страны. То есть всё-таки тут нужен баланс. Баланс по одним позициям торгово-экономическим с Китаем, но вектор один и исключительно один — это развитие на Запад нашей страны, европейская, европатлантическая интеграция и очень плотное сотрудничество США. США — это наши союзники, наши защитники в контексте агрессии России на востоке нашей страны. И давайте понимать, что эта агрессия не закончена, и цели России не завершены. Соответственно, нам нужно партнёрство, и нам нужна вот такая защита со стороны Америки. Ну вот давайте вернёмся к России и Китаю. Москва и Пекин не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Это мнение посла Великобритании в США Карен Пирс. Вот цитирую. «Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика». Второй большой вызов — это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина. Пирс сравнила эту ситуацию с распространением ядерных технологий в 50-х годах прошлого века. Вот в связи с этим США и Великобритании нужно сделать всё правильно, чтобы открытое общество преуспевали и могли противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России после пандемии. Валерий, вот над решением этой задачи бьются сегодня в Лондоне, Вашингтоне, в Брюсселе. Вот как бы вы суммировали усилия, как выразилась Пирс, чтобы сделать всё правильно? Или их недостаточно? Ну, есть вопрос, который связан с китайской государственной корпорацией Huawei и вопрос 5G в Европе, вообще в мире. То есть есть сейчас экспансия китайских систем. Это происходит повсеместно. И в таких странах европейских, как Словакия или Менгрия, это также происходит. И генеральный госсекретарь Госдепа Майк Помпео в последнее время занимался формированием коалиции в Европе именно против такой экспансии, против того, чтобы Китай занимался устраиванием этих сетей, потому что Китай таким образом получает доступ к бигдата, к информации. И эта информация даёт определенные рычаги влияния для Китая формирования политики, контроля, прямо скажем, внешнего, да, там, за другими правительствами. И тут Украина должна очень избирательно себя вести, потому что мы не должны делать, как мы, в сожалению, иногда делаем. Был подписан меморадом нашим министерством внутренний дел, кажется, да, то есть по поводу закупки и камер, которые будут контролировать там функцию распознавания лица, допустим, в министерстве, и сами сети 5G с этой китайской корпорацией. Да, возможно, у них на рынке самое дешёвое предложение. Однако их дешёвое предложение, на самом деле, дорого для Украины может стоить с точки зрения того, чтобы мы отдаём частичку своей национальной безопасности в информационной сфере Китаю. Китай может получить доступ к этим данным и использовать их на своё усмотрение. Если мы скручиваем США в этом направлении, то давайте быть последовательными. Нам нужно партнёрство именно с признанными американскими, мировыми игроками, которые соблюдают конфиденциальность, которые соблюдают определённые правила игры, несмотря на то, что, возможно, это предложение Huawei, оно выглядит очень симпатично. То есть всё очень просто. Мы должны определиться и найти вот тот самый баланс, кислоты, про который я говорил. Интересно, что в Давосе также выступил и президент России Владимир Путин. Впервые, кстати, за 12 лет. И его нынешнюю речь на форуме уже назвали не начи как шантажом. Как, по вашему мнению, могут развиваться отношения России и Евросоюза в ближайшие 10 лет, с учётом того, что в 2024 году в России пройдут президентские выборы? Ну, я бы не сказал это шантаж, не назвал бы его выступление шантажем, но просто он как мантру повторяет на каждом таком публичном форуме, что однополярный мир закончился и Россия — один из полюсов силы. Да, Россия, Китай, ещё другие, да, это по поводу возможностей коалиции, если так назвать, да, там, да, мы говорим, ну, эта коалиция будет очень неравноправна, давайте понимать, что это будет подчинённая, и Россия — это младший партнер этой коалиции. И мир пандемии, ну, почему там китайский пример, если возвращаясь к предыдущему вопросу, вы говорили, да, почему Китай смог решить эту проблему? В Китае нет демократии как таковой, там всякое инакомыслие также подавляется, ну, и такие тоталитарные общества, они контролируемые общества, они ими легче управлять, чем общество демократическое. Это касается России. Мы сегодня видим, что происходит с точки зрения протестов, насколько там Навальный скрыл вот эту язву российской коррупции в виде там два отца Путина. Россия слабая, и Россия будет с каждым годом ещё более слабейче, и отдавать частичку своих суверенитетов, скажем, да, пользу более сильных союзников, как они будут их считать, в том числе и Китая. И это единственный путь, по которому Путин может на самом деле пойти и выжить в том, что происходит. Россия — это страна, где вот олигархат, класс ФСБшников, грушников, абсолютно доминирует. То есть Россия делится людей сейчас на тех, кого бьют, и тех, кто бьёт. Соответственно, я не верю в будущее такой страны. И я не верю в будущее успешного Владимира Путина, если он будет пытаться самостоятельно это регулировать. Единственное его путь, как я сказал, вспомнил себя с Китаем, и по какому дальше сценарию будет развиваться Россия. Нам надо привыкать, и в один момент может так казаться, что Россия, как большое суверинное государство, даже федеративного, в один момент не станет. И как в Украине надо будет вести себя? Конечно, Россия до этого момента может очень много плохих дел сделать, в том числе компенсируя внутреннюю слабость за счёт агрессивной внешней политики и агрессивных милитаристских усилий и в Украине, и в странах Балтии, и на Чёрном море. Так делает, извините, за такую налогу крысы, которую загоняют в угол, она бросается. Вот это та Россия, которая сейчас есть. И что бы ни говорил Путин на таких форумах, вот это та реальность, и надо именно так эту Россию воспринимать. Спасибо большое, Валерий. Я напомню, что мы говорили по скайпу с Валерием Кравченко, старшинаучным сотрудником Национального института стратегических исследований. Прививки против ковид делают уже в 62 странах. Среди лидеров по количеству распределенных доз США, Китай, Великобритания и Европейский Союз в целом. По количеству прививок в соотношении с населением в первых рядах небольшие страны, как Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Дом связался с теми жителями Израиля, Италии, США, Великобритании и Латвии, которые уже получили дозу вакцины, чтобы они пояснили, как именно происходит иммунизация, каковы побочные эффекты, ощутимы ли они и как себя чувствуют после вакцинации. В первую очередь это, конечно, медики, которые, как и пожилые люди, находятся в группе риска. Смотрим вместе. Больше 80 миллионов доз вакцин против ковид-19 ввели пациентам по всему миру. Израиль среди лидеров по темпах вакцинации своего населения. Из 9 миллионов жителей более трети получили как минимум одну дозу вакцины. Нужно зарегистрироваться в больничной кассе, назначить себе очередь на любой день, который вам будет удобен. Для первой прививки и также для второй. Используем на данный момент в Израиле это только Pfizer, Moderna еще не начали использовать. Проходите к медсестре, она вам делает укол. Все. Потом после укола нужно подождать 15 минут. чтобы на всякий случай у вас будет анафилактический шок. Температуры не было, аллергической реакции тоже не было. Люди, которые 65 лет и выше, сначала им делали прививки. Им просто приходило сообщение на телефон. Они должны были заказать себе очередь и выбрать место, где они будут проходить вакцинацию. По последним новостям с завтрашнего дня могут даже школьники сделать прививку. Тина Голобородько доктор в Нью-Йоркской клинике. Половина из ее пациентов болеют коронавирусом. В штате Нью-Йорк очень жесткие правила. Сперва прививают медиков. Тина одна из них. Использовали вакцину от Pfizer. До вакцины ничего не нужно было делать. Мы пришли, нам огласили все потенциальные побочные явления, перечислили все побочные явления, которые у нас могут быть. И, в общем-то, ввели вакцину. И после этого нас попросили посидеть 15 минут, понаблюдаться. Нас всех вакцинировали на работе, поэтому мы отвлеклись от работы на 15 минут. После второй дозы у моих коллег у меня, и после второй дозы тоже не было никаких неприятных ощущений, вообще ничего. Я даже заволновалась. У моих коллег были разные ощущения. У кого-то болела рука, у кого-то было такое вообще недомогание. У одного моего коллеги был озноб с высокой температурой. На следующий день все прошло. В Италии сделали более полутора миллионов прививок. Население страны 60 миллионов. 40 тысяч человек получили уже по две прививки. Как-то вот требует протокол для полной защиты. И работаю в клинике в городе Барри в онкологическом институте. Поэтому, конечно же, я попала как доктор в первые ряды, скажем так. Но я больше ждала в очереди. Заполняется специальная анкета, которая, в принципе, является стандартным опросником для проведения совершенно любой вакцинации. У меня никогда не было никаких аллергических реакций, поэтому я за себя была спокойна. Я знаю моих коллег. И они вот уже пару дней назад ввели вторую дозу. У них действительно были такие гриппозные симптомы, но, в принципе, все терпимо без особых осложнений. Около 7 миллионов человек, живущих в Великобритании, уже вакцинировались. Это 10% населения страны. К использованию там разрешены вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Последние собственного производства. Уже працюю и багато роков в Лондоне. И, власне, лікарьи не были в тей першой хвиле вакцинованих, но они были в одних из перших хвилей, потому что, как вы понимаете, в первую очередь в Великобритании вакцинировались старшие люди. В нашей лекарне есть амбулаторное отделение, которое было перетворено на такую клинику. Ты регистрируешься на веб-сайті на певную годину и до певної люди приходишь, там тебя переверяют. Опитувальник короткий, про то, что ты не имеешь аллергии, что ты не имеешь ковиду, смотрятся по симптоматике, и если все хорошо, тогда это занимает, не знаю, суммарно 5 минут. Вакцина в Пфайзеревском, и фактически все люди, которые работают безусловно с пациентами, все они имеют первочередливый доступ к этой вакцины. В частности, больше переживают люди про аллергийную реакцию. Я не имел никаких побечных эффектов, кроме того, что у меня немного болело в руках. Может, день. В Латвии сделали больше 20 тысяч прививок. В первую очередь идут медики и наиболее уязвимые группы латвийского общества. Я работаю в одной из университетских больниц. Мы принимаем только пациентов с острым ковидом, самых тяжелых, которые есть. Когда в Латвии появились первые вакцины, мне не было вопроса, я буду это делать или не буду делать. Я получил конкретно вакцину фирмы Пфайзер, и, конечно, с той вакциной, с которой вы начинаете вакцинироваться, то и вы получаете повторно. Значит, укололи меня где-то в 10 утра, где-то около 9-10 вечера, примерно через 12 часов, я почувствовал небольшое такое ощущение в руке, где мне кололи. после второй инъекции абсолютно даже ничего не почувствовал, так что никаких побочных эффектов, мне конкретно побочных эффектов никаких не было. А у нас на связи Лондон и журналист Ольга Битко. Ольга, здравствуйте. Вы еще не вакцинировались? Добрый день. Нет, я еще, к сожалению, нет, а я не принадлежу к категориям риска. Сейчас в Британии вообще нельзя купить вакцину, все это бесплатно, но сейчас вакцинируются четыре первые категории самого большого риска, то есть люди, которым прежде всего угрожает или тяжелое заболевание и даже смертный исход. То есть это те, кому за 80 уже где-то 80% их было вакцинировано. Это медики, это те, кто ухаживают за людьми старшего возраста, уже люди, которым за 70, за 75. В общем, цифра быстро приближается где-то к 10 миллионам людей, которые уже были вакцинированы в Британии. Но я часто иду мимо нашего концертного зала, у нас такой громадный концертный зал, там, где я живу, и вижу очередь. Вот и в эти выходные, и в субботу, и в воскресенье вакцинация продолжается, масса людей стоят, конечно, социальная дистанция, маски, все это быстро движется. Вот, я на это смотрю и думаю, что как только призовут меня и мою семью, то, конечно же, мы будем там. И мы ждем с нетерпением. Ольга, а как вообще люди в Британии воспринимают необходимость вакцинации? С большим энтузиазмом. Вы знаете, Британию и британское правительство критиковали за как они руководили этой пандемией, как они старались, что они делали, какие меры принимали, чтобы предотвратить большое распространение этой инфекции. То есть за очень многие вещи критиковали очень остро. На прошлой неделе в Британии количество смертей, официальная статистика, превысило сто тысяч людей. Сто тысяч людей! То есть звучали призывы и отставки консервативного правительства под руководством Бориса Джонсона. Но программа вакцинации является предметом британской гордости. Потому что Британия как бы впереди планеты всей. За Израилем может быть. Но безусловно впереди всей Европы. Как я уже сказала цифра людей, которые уже прошли вакцинацию, приближается к 10 миллионам. Ну конечно мы все очень внимательно следим за тем, что происходит. так. И я, хотя сама не вакцинировалась, но знаю семью, и вообще несколько людей, которые уже вакцинировались. Знаю одну семью с Украины. К ним приехал дедушка в гости 87 лет. Его вакцинировали. И сын его, который за ним ухаживает, считается его основной няней, что ли, тоже вакцинировался, поскольку тоже имеет на это право. Это произошло месяц назад, может быть три недели, и насколько я знаю, никаких побочных эффектов ничего не было. Ну что еще, я не слышала ни на основных каналах, ни скажем на каких-то местных сайтах, я слежу активно за таким местным сайтом, который называется Next Door, там, где пишут соседи. То есть там можно посмотреть, что происходит конкретно на вашей улице, в вашем микрорайоне. И то, что я вижу, что все очень довольны. И как это все организовано, я не видела никаких сообщений о каких-то побочных эффектах, может быть, кроме какой-то головной боли. Ну в общем, никто об этом не сообщает. То есть побочные эффекты могут быть, как и от любого лекарства, но они очень незначительные, как во время, то есть от любой вакцины, от даже обычного гриппа. вакцины. все выглядит очень хорошо, и очередь двигается очень быстро. И конечно, очень много вопросов у людей относительно вакцин, насколько эти вакцины эффективны. То, что говорят ученые, вирусологи, эффективность этих вакцин, которая иногда доходит до 95%, во всяком случае у тех вакцин, которые одобрены официально в Британии. То есть это Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Вот четвертая вакцина уже на подходе. Британия закупила вообще заказала вернее уже семь вакцин, которые еще некоторые из них как бы четыре еще ожидают официального одобрения британскими властями. Но конечно, много вопросов, насколько они эффективны. То, что мы слышим от ученых, это что прежде всего эта эффективность касается предотвращения тяжелого развития инфекции и смертного исхода. То есть это не означает, пока не означает, это неизвестно, если вы получили вакцину, это не значит, что вы вообще не сможете получить инфекцию. Это не значит, что вы не сможете ее передать. Пока что это непонятно. Но также всех интересует, как долго вот эта защита длится. Это тоже не совсем понятно. Но что касается безопасности, то большинство населения британского в этом абсолютно убеждено. Мы знаем, что между Брюсселем и Лондоном произошел конфликт из-за вакцины. Могли бы вы рассказать подробнее, что именно произошло? Да, это был такой неприятный конечно очень эпизод. и сторонники Брэкзита, то есть выхода Британии из Европейского Союза, который уже состоялся, считают, что это был большой аргумент в пользу Британии. То, что здесь программа вакцинации развивалась и развивается намного более эффективно, намного быстрее, чем в странах Европейского Союза. То есть Британия сейчас вакцинировала людей больше, чем Франция, Германия и Италия вместе взятые. Ну и Евросоюз, как говорят британские критики Евросоюза, мне говорят, что Евросоюз очень затянул переговоры с компанией Астразенека, то есть этот процесс как бы одобрения этой вакцины Астразенека длился три месяца в Евросоюзе. Они пытались, они говорят, мы просто хотели добиться лучшей цены от компании Астразенека. Но дело в том, что эта вакцина является вообще говоря самой дешевой. То есть она стоит где-то три фунта британских стерлингов, а Модерна, например, 25. Понимаете, Астразенека, будучи эффективной и безопасной вакциной, она очень дешевая. Короче говоря, это спор этот был, конечно, очень неприятен. То есть на каком-то этапе Евросоюз даже пригрозил закрыть границу и как бы запретить экспорт вакцин. Это означало, что будет закрыта граница, то есть что введут жесткую границу между Ирландией, Республикой Ирландия и Северной Ирландией, Северной Ирландия, которая является частью Соединенного Королевства. То есть это вопрос, который четыре года обсуждали, он был самым острым вопросом во время переговора во выходе Британии из Европейского Союза. И вдруг Европейский Союз хотел вот как бы такое, как говорят британцы, учудить. Да, ну и был, за это критиковал и Всемирная Организация Охраны Здоровья, Евросоюз и, конечно, британцы очень критиковали, они от этого отказались. Но суть в том, понимаете, что вакцин всё ещё не хватает. И, конечно, мы все в целом, как человечество, мы заинтересованы, чтобы как можно больше людей, как можно скорее были вакцинированы. И здесь, в Британии, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы граждане Евросоюза тоже как можно скорее были вакцинированы. И чтобы граждане Украины были как можно быстрее вакцинированы и вообще как бы весь мир. Потому что только тогда в принципе каждый из нас будет в безопасности. И сейчас, скажем, дискуссии в Британии идут о том, скажем, должны ли мы здесь в Британии полностью вакцинировать всё своё население сначала, а потом помогать другим. Или наоборот, мы должны сначала вакцинировать вот эти вот четыре, а потом девять групп риска, а потом начинать помогать другим странам делиться этими вакцинами. Ну, безусловно, вообще британское правительство сейчас заказало там что-то всех этих вакцин где-то близко к трём к трём миллиардам, насколько я знаю. То есть это намного превышает количество британского населения и как бы большое желание и делиться, естественно, с другими странами тоже, включая Евросоюз. Ольга, а что у вас происходит с антивакцинными движениями? Есть такие в Британии? Вы знаете, ну, сейчас о них практически не слышно. То есть, наверное, где-то они есть. Где-то в конце, то есть можно, если хотите, поискать в социальных сетях, там, где-то на Фейсбуке, наверное, это можно найти. Но нужно искать специально. Где-то в ноябре, вот в конце прошлого года были еще сообщения, что где-то, может быть, даже 5 миллионов, несколько миллионов человек, которые поддерживали теорию того, что вот вирус, ковид, это ничего страшного, а вот вакцины, это как раз очень страшно. И лидерами этого движения были какие-то музыканты, был брат бывшего лидера британских Лейбористов, это главная партия оппозиции в Британии Лейбористы, то есть брат бывшего лидера Дженеми Корбина, которого зовут Пирс Корбин, вот он был тоже один из лидеров этого движения. Но там не было медиков, там не было ученых, они призывали не доверять ученым. Какие-то люди их, наверное, слышали, как-то доверяли. Вообще, должна сказать, что британская нация, одно из свойств такого менталитета британского, это упрямство. То есть это нация, которая очень трудно поддается любой пропаганде. То есть если вы говорите британцу, это белое, он будет искать возможности, то есть задавать вопросы, а может быть все-таки это черное, да? И убедить большинство британского населения в том, что да, вирус это очень опасно, а вакцины это относительно очень безопасно. То есть это было непросто, понимаете, зная британский менталитет, но это получилось, потому что, опять же, на прошлой неделе количество смертей от вируса превысило в Британии 100 тысяч людей. Это тех людей, которые умерли в течение 28 дней после того, как получили инфекцию. А по другим оценкам это количество еще больше, может быть, 120 тысяч, да? Поэтому это действительно опасно. Уже мало кто сейчас говорит, что, а вы знаете, там еще один какой-то грипп обычный. Нет, это не обычный грипп, потому что обычно зимой вот такой гриппозный период в Британии в среднем дополнительное количество смертей это около 8 тысяч. Был очень тяжелый гриппозный год, тогда было 29, насколько я помню, тысяч, по-моему, это был 2009. Понимаете, но не 100 тысяч, не 120. Теперь, как я сказала, в Британии уже вакцинировали, скоро будет 10 миллионов. вот в эти выходные вакцинация продолжается постоянно, вот в субботу рекордное количество, 600 тысяч людей за день, около 600 тысяч, почти, да, никто еще не умер, никто еще не умер, и нет сообщений, как я говорила, о каких-то очень серьезных осложнениях, никто не попал в больницу из-за этого, так. Более того, в Британии существует компенсация государственная, то есть, если бы были такие осложнения, если бы был случай какого-то серьезного вреда здоровью, то цифра компенсации сумма это 120 тысяч британских фунтов стерлингов, 150-160 тысяч американских долларов, так, то есть, если бы это говорит вообще о том, в том числе, насколько высоко доверие правительства и британских властей к безопасности этих вакцин, потому что иначе это был бы колоссальный финансовый риск. Поэтому сейчас, конечно, просто не слышно никаких антивакцинаторов, они как-то ушли куда-то глубоко в тени, может быть, где-то там, в каких-то уголках, которых мы не видим, обсуждают какие-то теории глобального, я не знаю, сговора. Спасибо, Ольга. Я напомню, что мы говорили с журналисткой Ольгой Битко из Лондона. В студии работала Марина Остапенко. Смотрите нас каждый день с понедельника по пятницу в 20.10 по киевскому времени на телеканале Дом. Мы расскажем о том, что происходит на самом деле в мире, на Донбассе, в России, Крыму и в Украине. Подписывайтесь на наш канал в Фейсбуке, Ютубе, ставьте лайки, пишите, какие темы вы хотели бы поднять в следующих программах. До свидания. Продолжение следует...